добрый день дорогие друзья вы на теле канале это он тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман а вместе со мной виртуально в нашей телевизорке студии присутствуют мои коллеги друзья главный редактор радиостанции на русском языке лучшее радио цви зильбер рад тебя приветствовать сви и писатель публицист сценарист драматург марк отлярский марик добрый день добрый день добрый день друзья я хотел с вами сегодня поговорить ну скажем так некий обзор мировых событий связанных с коронавирусом но начать наш разговор хочу с памятной даты в том что ровно год назад началась вся история с собором парижской богоматери пожар и прочее прочее тогда еще многие говорили что это некое предзнаменование нехороших событий в мире так вот на ваш взгляд то что происходит сегодня это что было год назад в париже они как-то коррелируются эти события или это просто выдумки досужие марик давай с тебя начну что значит выдумки любая случайность имеет не некая как бы некую внутреннюю закономерность то есть я не думаю что надо так уж увязывать пожар в соборе парижской богоматери со всеми последующими событиями которые произошли но с другой потому что в принципе можно сказать и покопаться в мировых событиях того времени то можно найти немало каких-то подобного рода случаев просто что-то более известно что-то менее известно скажем понятно что такое событие как пожар в соборе парижской богоматери она вышла на первые полосы и в то же время как скажем катастрофа авиа или какая-то автокатастрофа в каком-нибудь урюпинске понятно мало кого интересует потому что об этом городе только в анекдотах слышали хотя это вполне реальный город все вопрос просто сопоставимости его вот этих событий с другой стороны безусловно то что произошло год назад говорит лишь только лишь о некоем скажем можно его взять соображение как некую точку отчета действительно в непростой той непростой ситуации в которой уже давно пребывает человечество просто пожар соборе парижской богоматери и последующие события это выражаясь современным модным языком некий триггер который просто послужил как некий спусковой крючок если говорить до русских мы послужим дальнейшей цепи событий я не думаю что увязывать это надо с каким-то предзнаменованием человечество должно пора подуматься над своим существованием человечество давно уже занято тем что с какой-то совершенно тупой тупой я бы сказал периодичностью и постоянством уничтожает природу и настроена запрограммирована на некий ген самоуничтожения поэтому я бы не стал как бы так уж удаляться на мистику много проще и намного рациональней в тебе говорит литератор я вообще не понимаю что мы тут обсуждаем эти приметы но я не знаю для того чтобы делать вывода какой-то закономерности надо иметь статистическую выборку если бы у нас была статистическая выборка что пожары в соборах синагогах или мечетях приводят к эпидемиям то мы могли говорить есть закономерность или нет а это курьез не знаю всегда такие события сопровождаются целым ворохом каких-то конспирологических теорий построений все это по моему ерунда и может быть имеет место только в литературных произведениях теперь вернемся к коронавирусу я бы хотел предложить марик тебе и цви обсудить скажем так сравнить ситуацию коронавирусную в нашей стране и допустим в такой период таких передовых странах как дания швеция и так далее если мы обратимся голым цифрам то выяснится что те жесткие меры карантинные которые видены в нашей стране они получаются дали очень положительный эффект если сравнивать с той же швеции где в 10 раз больше смертей при примерно такой же чуть больше численности населения и почти таком же количестве инфицированных больных так мы молодцы а они нет шведский метод посрамлен марик безусловно шведский метод посрамлен не то чтобы посрамлен скажем так просто шведы решили это не только шведы кстати я сюда добавил голландцев и бельгийцев и швейцарцев у всех у них у этих достаточно развитых стран с высокоразвитой медициной действительно ситуация в разы если не больше хуже чем в израиле скажем в той же голландии в той же швеции решили что как бы так сказать пустить это дело на откуп говоря о некоем так называемом коллективном иммунитете или естественном иммунитете на их взгляд как бы так сказать на их взгляд должна была ситуация должна была развиваться так то есть вирус должен был дойти до определенной критической массы на этом скажем условно говоря устать и как бы пойти на спад и в свою очередь у у огромной группы населения должна была выработаться так называемая коллективная защита скажем так или коллективный так называемый коллективный иммунитет тем не менее я прошу прощения у меня немножечко тем не менее этого не произошло не произошло и шведы с голландцами в данном случае пролетели собственно говоря пролетела и великобритания где тоже так сказать дали на откуп скажем свободам сказали что вот вот дескать как бы быть пусть страна живет как живет в результате так заразился глава правительства борис джонсон а ежедневно я напомню в англии ежедневно за последние два-три дня умирает 700 800 человек поэтому действительно с израильским не сопросто цвика теперь ты марик у нас завис к сожалению у меня ответ будет сложный да если позволите тебе да цвет тебе по позволю да значит эта эпидемия началась с китайского вранья было китайское вранье сегодня есть предположение что китайцы намеренно занизили статистику эпидемии где-то раз в 80 есть такое мнение опять же точно никто не знает но вот делают заключение по количеству гробов которые были заказаны например и так далее то есть это все какие-то косвенные вещи но есть такие предположения я в это могу поверить да потому что китай относится к той категории стран которые так бы себя вели по общей логике далее это вранье поддержала всемирная организация здравоохранения и не зря трамп на них такой злой глава всемирной организации здравоохранения гибрисус это в общем-то ставленник китая который всякими всякими путями попытался китай похвалить и снять с него всякую ответственность включая даже то что этот вирус назвали не уханьский как его называли самого начала а ковид 19 так чтобы никто вообще не понимал о чем мы говорим и именно поэтому если мы делаем какую-то сравнительную статистику то нам сразу надо отбросить те страны чьей статистике мы не доверяем до оставить только страны где мы может быть уверены что статистика абсолютно прозрачной вот тогда уже делать сравнение это выводы какие-то делать очень трудно есть две школы две версии да причем мы же говорим о науке мы же говорим о эпидемиологах то есть тут это не вопрос веры это вопрос научных каких-то фактов да причем самые авторитетные эпидемиологи до сих пор молчат они еще недостаточно информации для того чтобы делать какие-то выводы но одни действительно считают что надо всех беречь всех посадить на карантин другая версия считает что надо наоборот чтобы все переболели побыстрее и выработать как только у нас переболеет больше половины населения эпидемия пойдет на спад и потом сама прекратится поскольку второй раз не заболевает кстати это тоже версия потому что есть данные что и второй раз заболевает первая первая школа вот это сдерживание да она основана на предположении что разработают вакцину или придет жара летняя жара и эпидемия сама закончится или разработают вакцину или будет прививка или найдут лекарства и тогда действительно все будет замечательно все будет шоколаде но если этого не произойдет если у нас эпидемия не закончится быстро карантин вы не можете держать долго вот тот карантин на котором сегодня находится израиль вы не можете держать три-четыре месяца потому что это будет просто крах всего это будет прежде всего экономический крах крах и народ просто станет массовые нарушать и не будет никакого карантина да и вот тогда может прийти вторая волна поэтому статистику смертности я бы сравнивал все-таки в конце процесса когда в мире официально будет объявлено что все эпидемия закончится вот тогда мы можем сравнивать данные говорить что вот эта школа оказалась права а вот эта школа не взяла в расчет то-то 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 и то-то поэтому пока на данном этапе вот ответ такой вот сложный теперь вопрос марик тебе цви упомянул вскользь претензиях соединенных штатов президента по крайней мере соединенных штатов к всемирной организации здравоохранения на твой взгляд насколько эти претензии обоснованы я думаю что обоснованные я приведу другой пример значит одна из стран где самый низкий показатель инфицированных смертности это тайвань значит почему так получилось дело в том что вице-президент этой страны один из крупнейших вирусологов значит как только в китае был зафиксирован первый случай заболевания а случилось это 19 декабря причем что интересно китай сообщил об этом только 31 декабря а стало известно о том что это что это скорее всего эпидемия то есть публично было объявлено только 9 января то есть таким образом в принципе месяц практически ничего не было известно так вот значит вице-президент тайваня который не доверяет этой статистике как правильно сказал сми он сразу же как только в ухане был обнаружен первый случай заболевания послал туда группу своих эпидемиологов они туда поехали они так сказать приехали со своими выводами и моментально президент этот вице-президент тотчас закрыл границы и запретил полеты на тайвань в результате чего как бы действительно у тайваня тайвань самым первым среагировал и но главное я еще раз подчеркиваю в этой всей истории что вице-президент тайвань а будучи вирусологом прежде всего не доверял той статистике и тем данным которые предоставлял ему китай если вы помните всемирная организация здравоохранения вот этот самый гебро иисус он заявил что вирус не передается человека к человеку это было их первое заявление но до того последовала вот эта реакция и трампа и бориса джонсона что типа а это все паника дома я хочу я хочу сказать следующее что все таки насчет карантина я с вика не очень согласен что значит как бы не получится держать карантин на данный момент единственный выход и я говорю тоже я говорил с вирусологами непосредственно единственный естественно этот иммунитет вторая вот эта школа что дескать вот наберется некая критическая масса она переболеет и все будет хорошо пока подтверждение этого никаких нет не факт того что если ты сейчас снимешь карантин и выпустишь людей на свободу условно говоря не произойдет опять некое массовое изражение тем более в том то и дело в том то и дело в том то и дело я же говорю что у тебя произойдет так что ты будешь ты не можешь держать людей на карантине еще два месяца месяц послушай месяц не может держать потому что у тебя рухнет экономика страны не надо впадать в панику во первых в израиле в израиле ситуация стоит немного иным образом учитывая тот факт что в израиле огромные деньги идут в казну от предприятий хайтыка и высоких технологий экономика не рухнет потому что она продолжает развиваться работают ряд крупных концернов оборонных работают все вся промышленность хайтыка не перестала работать она работает еще больше поэтому говорит процента в экономике израиля остановлено остановлено но это не значит что вся экономика остановлена но с 19 числа будут вводиться послабление но я могу сказать я считаю что правильно держать на карантине возможно есть другой вариант который предложил израильский микробиолог с которым я кстати тоже делал интервью то есть держать карантин сегментарно то есть вот берется какой-то сегмент закрывается полностью проводится тотальная проверка выявляется как бы какое-то количество больных кладется в госпиталь и там в карантин и так далее потом открывается и дальше посегментарно происходит как бы так сказать вот эта проверка и и послабление проверка и послабление тогда действительно возможно экономика не будет столь чувствительна к тому о чем второй вариант это действительно выработка вакцины по сведениям нашим по заявлению министра науки офера акуниса израиль близок к созданию вакцины то есть низкую и насколько я понимаю нужно на это примерно из того что я читал примерно где-то полтора два месяца и вот те самые полтора два месяца возможно линические испытания то есть это появится не раньше чем через год и думаю это я думаю что здесь можно ускорить можно ускорить даже в соединенных штатах америки ввели закон что в америке же можно подавать иски против медицинских учреждений если тебя как-то не так лечили можно впаять сиск сам на десятки миллионов долларов а по поводу коронавируса приняли закон что не принимаются в судебные иски по поводу плохого лечения от коронавируса то есть сейчас там просто дали зеленый свет на всякие экспериментальные методики всяким экспериментальным методикам всяким новым разработкам вакцинами так далее так далее то есть да этот процесс как-то ускорили но все равно ты даже два месяца не мы не можешь держать страну на карантине вместо того чтобы держать всю страну это самый простой способ для бениамина нетаняу проще всего сказать все карантин все закрыто проще всего есть другие вещи которые можно делать вместо тотального карантина я имею ввиду я опять я буду казаться нудным но я об этом говорю каждый раз анализы аналида у нас в конце концов вышли на уровень 10 тысяч в день этого мало да второе это эпидемиологические расследования то есть отследить каждого заболевшего где он был и с кем соприкасался и предупредить там там людей далее устанавливать кто уже переболел и освобождать тех кто переболел да вот выдавать им пропуск что я переболел у меня иммунитет я могу ходить куда угодно работать и делать все что хочу и главным образом на карантине держать группу риска а всех остальных постепенно смягчать 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 и освобождать я не говорю что сразу надо снять маски бежать целовать мезузы нет нам надо соблюдать определенные правила социальную дистанцию надо соблюдать маски сто процентов надо носить но во всем остальном надо каким-то образом возвращаться к нормальной экономической деятельности но 3 собираются с 19 числа значит мне не нравится когда примешивают политику причем тут не то не ягу это не ягу кстати ведет ну я просто условно для меня у человека который управляет всем этим кризисом это не потому что это я считаю что это не то не ягу идет себя как краски в этом отношении опять я хочу быть правильно понятым достаточно достойно и то что израиль сегодня находится первой десятки это тоже о многом говорит давайте не будем все-таки забывать о цифрах статистики смотри опять же мы не можем это говорить не 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 видя конечный результат да давай все-таки ценируют давай все-таки давайте не да мы можем цве мы можем делать выводы определенные по продолжительности эпидемии анализов мы видим полный провал почему один из самых высоких показателей больше 11 тысяч день пусть шабак отслеживает по этим вот то есть ну давайте не будем так сразу и так далее свиха не уподобляйся политический пропагандистам какой право все ребята все все брэк брэк на данном этапе на данном этапе были у меня еще вопросы к сожалению мы немножко затянулись но будет о чем поговорить следующий раз спасибо в любом случае вам за участие в программе спасибо за ваше мнение нестандартное как всегда как всегда разное это здорово спасибо будьте здоровы до новых встреч в том числе у нас в студии спасибо пока спасибо вам друзья что были с нами всего самого доброго до новых встреч